Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня мы в ванне. Я сегодня буду рассказывать вам о своих уходовых средствах. Всё, что у меня есть для волос и для тела, и для лица, здесь даже немного есть. Поэтому я завела вас в свою скромную ванну. Итак, начнём давайте с полки, которую я недавно купила и присобачила сюда. Ванну я свою покажу вам частями, поэтому буду сейчас забираться в саму ванну и ставить вам камеру как-то удобно. Итак, первая полочка, которую я сделала, кстати, купила её недавно совсем. Где её покупала? Ой, я её покупала в Леруа Мерлен, да. В общем, здесь всё понаставила. Первое, что мне бросается в глаза, это Лонда, это мой сухой шампунь, который на самом деле мне очень нравится. Он очень классно подсушивает корни волос. И, например, в жаркую погоду для фотосессии, куда-то, когда волосы только помыла, они уже снова жирные, ни в киеворота не лезет, да, использовать. Очень мне нравится. Дальше идут средства, которые мне с Израиля привезла моя подруга. Вообще, они супер-мега-классные. Я поглядываю в камеру, чтобы картинка для вас была нормальная. Вот такая вот фирма, я не знаю, может, кто-то знает. Здесь сливки для тела на основе масла ши с ароматом пассифлора. Это очень вкусно. Любочка моя, если ты меня смотришь, я просто наслаждаюсь. Такой кисло-сладкий аромат, нежный. Вот я просто в шоке, честно говоря. Если ты будешь в Израиле, пожалуйста, возьми мне еще такой же. Это скрабик, я его еще не пробовала. Тоже он здесь, тоже из Израиля. Одной серии все это. Вот я думаю, что он не менее, вот тоже на основе всего этого. Ароматический солевой пилинг для тела пассифлора. Мне кажется, он тоже такой же крутой. Просто я никак не доберусь. Я хочу закончить то, что у меня есть, чтобы освобождать место. Дальше здесь у нас стоит кондиционер от Faberlic Expert. Я не бы сказала, что это самое лучшее средство, которое я пробовала. Намного лучше есть. Здесь написано атласная гладкость. Может быть, он гладкости делает, но у меня сами по себе. Волосы очень гладкие, поэтому для меня, вот этот вот Faberlic Expert, в принципе, ничего такого вау-эффекта я не заметила от него. Также у меня стоит здесь гель для душа массажный, полмолив. Ну, вкусный запах, все нормально, как бы. Я думаю, что о нем не стоит говорить. Вот это мне очень нравится, Schwarzkopf серия. Вот, кстати, именно этой серией бальзамов я пользуюсь. Может, вас подальше поставите? Это что-то вы прям... Вот этой, значит, серией бальзамов я пользуюсь. Не бальзамов, а масло, которое я вам говорила. Ultime. И вот такое масло у них есть. У них очень классный запах. Вот что мне нравится. И, в принципе, неплохой эффект. Это Schwarzkopf у нас, да? Да, это Schwarzkopf. Это бальзамчики. Я маме только купила, она мне говорит, ой, у тебя что за духи? Я говорю, а не духи-то? Вот, шампунька, бальзамка. Также сейчас я начала пользоваться Лонда профессионально. У меня она еще целая. Мне она нравится. Волосы действительно очень крутые. И даже, честно, я вам скажу, что после него я не использую спрей. Я только один раз наношу маслице на ручки. И потом вот влажные волосы протягиваю кончики. И все. И у меня прекрасно расчесываются волосы, на удивление. Дальше, что у нас здесь? Также у нас соль. Это тоже из Израиля. Мне подруга привозила. Мертвого моря. Соль, то есть лежать в ванне. Но пока мне лежать некогда, поэтому она запечатана. Я еще ее не пробовала. Но я ее поставила здесь для того, чтобы она мне напоминала о том, что пора-пора. Это маска, которую мне прислали на обзор. Вы ее видели у меня в инстаграме. Она сделана на основе имбиря. Мне кажется, тут еще, может, и перец есть. Потому что реальный эффект сжения присутствует. И я думаю, что луковица действительно стимулируется. И происходит какой-то процесс. И это для роста волос. Но я думаю, что если стимуляция луковицы происходит, то по-любому активизируются там какие-то моменты. Еще момент, значит, в этой маске, что мне нравится. То есть мне не нравится, конечно, вот это вот пощипывание. Не очень комфортно. Я люблю все, чтобы быстро. В глаза надо, чтобы она не попадала. Иначе будет щипать. В общем, заявлена она как рост волос. Но я ее не часто пользуюсь. Но мне очень нравится, кстати, от нее эффект. Эффект гладкости волос. То есть ее здесь очень много. И реально она крутая в плане, что волосы шелковые. Вот от чего будут шелковые волосы, я вам сразу скажу. Шелковые волосы. Шелковые. Легко расчесываются. Вот лонда, да. Это то, что действительно круто и могу смело рекомендовать. Дальше фаберлик. У меня вот такое вот здесь мыло. Жидкое. Ой, пахнет вкусно. Как только закончатся, у меня придут другие мыло, которые у меня там стоят. Я буду пользоваться. Также вот, что это у нас? Лаш. Я покупала кондиционер для волос. Шелка нет. Вот сразу скажу, шелка нет. Поэтому он стоит у меня здесь. Дальше. У меня здесь все вперемешку. Волосы, тело. Миксит. Это скрабик такой. Им очень удобно. Вообще, мне миксит не очень, честно говоря. Нравятся запахи у них. Не люблю, честно говоря, такие запахи. Ну, вот кому-то нравится. И вот я уже почти выпользовала. Очень быстро. Я его наношу на перчаточки. Тоже покажу вам другую полку. И все. Здесь у меня стоит, значит, шампунь и кондиционер от фирмы Рише. У них все без вот этих парабенов и так далее. Все натуральное. Шампунь очень быстро пенится. Но кондиционер шелк не делает. К сожалению, это восстанавливающий кондиционер. Может быть, он делает восстановление. Но шелка нет. Мне приходится другим чем-то еще пользоваться, чтобы расчесать волосы и почувствовать шелк. Также у меня есть масло. Масло для волос, которое я наношу до мытья головы. И могу на ночь намазать, могу на 2-3 часа. Очень вкусное, классное масло. Масло для тела также у меня есть. Все очень вкусно пахнет у них. Клево. И что здесь еще у меня? Так, Амла Оэл Рише. Шампунь. А что это? Шампунь с маслом Амлы. А, вот это у меня еще какой-то шампунь. С маслом Амлы. Я его еще... Я его один раз, наверное, попробовала только. Но сейчас вот это закончится. Там уже чуть осталось. Вкусненько пахнет. И буду пользовать этот. Все поставим тут. Поставим на место. Дальше, наверху у меня вот такие вот. Я их так и не выпользовала, потому что здесь тоже есть имбирь. Это шампунь и... От Тианде фирмы шампунь и бальзам для волос. И от того, что здесь есть имбирь, делается вот этот эффект пощипывания. То есть я думаю, что он тоже идет для роста волос. В принципе, неплохая серия. Но мне дискомфорт за вот эти вот, знаете, пощипывания всякие. Я их не очень люблю. Дальше. Вот эта вот профессиональная серия. Белорусская косметика. Натуральная, все стопроцентная. Без лаутерсульфата, без красителей, без силиконов. Восстанавливающий шампунь. Я уже его покупаю второй раз. Он классный, хорошо пенится. И бальзамчики у них хорошие. То есть я вот до всего этого, пока мне не надавали кучу всего, я пользовалась вот этой вот серией. Кто спрашивал у меня, она мне очень нравилась. И нравится. Также Фаберлик 2 в 1 шампунь. Я его попробовала. Нету здесь 2 в 1. Здесь есть 1 шампунь. Кондиционера абсолютно не чувствую. То есть никакого эффекта шелка, ничего нет. Но вы знаете, многие отдельные кондиционеры тоже не дают этого эффекта. Поэтому сложно судить. Но то, что мне делает бальзам, что мне нужно для волос, и здесь этого эффекта нет. Подруга мне отдала Алинок Айван шампунь. Ей не подошел, что-то не понравилось. Говорит, попробуй, может тебе понравится шампунь для поврежденных волос. Но я его еще не пробовала. Видите, сколько у меня шампуней всяких разных. Пахнет приятно. Что у меня здесь? Пена для ванны. Вот такая вот русские травы. Но, по-моему, я ее ни разу не пользовала. Она целая. Дальше. Чистая линия. Что это такое? Гей для душа. Ой, он так вкусно пахнет. Это, по-моему, мама. А, нет. Это в бьюти-коробочке. Это в бьюти-коробочке было. Но тоже, когда закончится все, буду пользоваться. И вот такое вот классное средство. Тоже мне в индустрии красоты подогнали, можно сказать. Алюминоэл называется его. Между шампунем и кондиционером или бальзамом применяют. Оно раскрывает чешуйки. И потом в эти чешуйки попадает наш кондиционер. И очень все круто делает. Действительно, после него вот те бальзамы и кондиционеры, которые не дают эффекта шелка, если эти бальзамы и кондиционеры нанести после этого средства, то шелк будет. То есть что-то волшебное делает. Здесь такая пена. В общем, ну мне единственное, не нравится, когда нет проветриваемости в ванне, то задохнуться можно с этой пеной. Реально там какой-то эффект еще идет. В общем, все. Вот моя полка. Ага, внизу на ванне здесь у меня стоит кондиционеры. Вот эти все, которые все время, я вам говорю, да, покупаю. Шампунь восстанавливающий Эльсэ. Это мама для себя брала. Она любит. Вот оно у меня тут и стоит. Потом вот такая вот соль. А где я ее покупала? Северная жемчужина. Наверное, это в фикс прайсе я брала, кстати, да. Я не помню, чтобы, честно говоря, я им пользовалась. Также у меня здесь стоит вот этот шампунь Керасис. Он у меня закончился. И мне очень нравится вот эта штука с дозатором осталась здесь. Здесь находится шампунь от Фаберлик. Вот этой вот серии. Два здесь поместилось полностью. Вот. Вообще мне очень понравился этот шампунь. Мне тоже из Израиля подруга привозила. Значит, здесь у меня шампунь. Вот в таких двух вещах. Ну, это стоит у меня то, что под рукой. Это я в фикс прайсе покупала вот эти штучки красивенькие. Здесь у меня бальзам от Фаберлик, который я вам показала только что. И вот здесь у меня от Фаберлик тоже очень классный гель для душа. Сейчас я вам его не покажу. Но вот Фаберлик в последнем или предпоследнем я показывала. Можете увидеть. Очень вкусный гель для душа. Теперь мы пришли на другую сторону моей ванни. Здесь как раз я вот так вот купаюсь. Здесь течет вода. Вот он мой душ. Течет вода. И здесь у меня тоже находится то, что под рукой. Но, честно говоря, я туда обращаюсь и все равно беру. Здесь как-то более все наглядно, все видно. Но с этой стороны что у меня? Вот такие вот перчаточки. Это мне мама подогнала. Она, по-моему, в фикс прайсе брала. Одна ее, одна моя. Но ее давно уже у меня не было. Давно у меня не купалась. Так что вот розовенькая. Вот так вот. Она давно у меня не купалась. Я имею в виду дома у меня. Ой, вот эти самые кайфовые бальзамы, которые... Но их, к сожалению, нигде нельзя купить. Это L'Oreal. Это как раз такие из красочки, которые я раньше красилась. Которые уже не выпускают. Но бальзамчики остались. Я их оставляю вот такие маленькие. После них волосы вообще неимоверные. L'Oreal Excellence крем. То есть в красочке для волос вот этот вот бальзамчик был. Я их оставляю для того, чтобы в поездке с собой брать. И горя не знать. Значит, вот лежит у меня тут. Я тут немножко подготовила, чтобы вам быстрее показать даже. Потом вот эта неплохая серия мне с Белоруссии прям присылали. То есть это я не здесь брала. Это мне моя родственница присылала. Шампунь для волос. Эффект ламинирования. И супер восстановление. Бальзам тоже ламинирование. Масочка такая. Мне очень нравится эта серия. Так что рекомендую попробовать. Их хорошая. Видите, уже ничего нету здесь почти. У меня все время все по остаткам остается. И лежит, лежит потом. Дальше идет маска для волос. Основа основ. Она тут бережный уход за тонкими и ломкими волосами. Восстановление от корней до самых кончиков. Красивые сильные волосы. Основа вашей красоты. L'Oreal Excellence. Я вообще ее пользовала или нет? Сейчас я посмотрю. Должна была попробовать. Один раз хотела. Мне не нравится запах. Хотя у L'Orealm вроде бы все на натуральном. Честно говоря, меня не восхищает L'Orealm. Я там ничего не покупаю особенно. Бомбочки разве что. Но я бомбочки не покупаю. Я имею в виду прикольное что-то. Поэтому вот маска стоит. Я не знаю. Для гостей. Многие любят L'Orealm. У меня для гостей L'Orealm. Так. Это из Fixed Price. У меня здесь... Ой. Скраб. Боди-скраб. Я его, видимо, один раз попробовала и все. Также у меня здесь масло Johnson's Baby. Ну, кстати, надо его выкинуть. Надо выкинуть. Потому что масло Johnson's Baby говорят, что в Америке... У меня подружка живет в Америке. Она сказала, что у них там суды какие-то идут. Что что-то есть в Johnson's Baby, что вызывает рак. Я не знаю точно. Но вроде судится в Америке. Поэтому она мне сказала, что не надо. И еще говорили многие врачи, что для детей лучше Johnson's Baby не испробовать, не пользовать. Потому что самое аллергенное вот это масло. Я пользуюсь другими. Значит, вот это у меня пенка для умывания Мэйтан. Вот это у меня пенка для умывания Носкин. Они офигенски в сочетании и вместе идут. Потому что вот это очень хорошо очищает, но сушит кожу, стягивает. А вот это плохо очищает, но очень хорошо увлажняет кожу. Поэтому я сначала вот этой мою, потом этим мою. И уже потом даже крема не надо. Очень круто. Крабик вот такой вот. Это я в Евросше покупала. Крабик это вообще или нет? Это какая-то маска, по-моему. На три минутки. Да. Это бодрящая маска для лица. Морозная клюква. Я уже придумала свое что-то, да? Так, это на этой полочке. На этой у меня Фаберлик Эксперт. Глубокое очищение. То есть действительно очень хорошо очищает глубоко волосы. И им часто пользоваться нельзя. Я не часто им пользуюсь. Он черный внутри. Очень вкусно пахнет. Хорошо пенится. Также здесь у меня антицеллюлитная маска от Грин Мамы. Маска для тела. Я ее показывала как-то вам. Органик Шоп. Это у меня пенищееся масло для душа. То есть моемся как гелем для душа, но оно с масляным эффектом. Потом масло наносить после него не нужно. Очень удобно. Два в одно. Потом в поездке я брала вот такие вот керасис. Оказывается, они очень дорогие. И я потом думаю, ля, мне подруга подарила. А на самом деле дорого. Вот я не помню. За одну баночку. Это вот, понимаете, баночки малюхонькие. 150 или 200 рублей у меня взяли. А хотели мне вообще что-то такое одноразовое за 500 рублей продать. Я говорю, вы что, смеетесь, что ли? Что за цены? Ну, очень хорошее срез. Вот ра-ля-ля. И вот от Решей у меня стоит, это скраб кофейный большой. Вот. Наверху у меня там стоит тоника. И, в общем, там всякое, всякое такое вот пятки чистить. Но пятки у меня всегда нормальные. Я их особо не чищу. И бритвы там всякие. Бримся мы. Вот. Что у меня внизу? Пойдемте вниз. Внизу у меня вот там стоит для ребеночка все. То есть я его купаю. Мне очень удобно, да. Это то, что я пробовала. Эмолиум. Это добавляется в водичку. Она не пенится. Она смягчает воду. Бейлис тоже особо не пенится. Она на основе натуральных масел от нуля плюс. Это все от нуля плюс. Тоже особо не пенится. Вот это самая классная штука. Ой, а где содрались? Лепикар. Это Лепикар. И оно пенится. Оно тоже масло такое для купания. Оно пенится очень классно. И, в общем, я даже потом не смывала его. То есть мне сказали, что можно его не смывать. Хотя здесь написано, что нужно смывать. Но сейчас уже я пользуюсь смываемыми средствами. Поэтому это тоже стоит здесь. И сейчас у меня для ребенка вот такая серия, которая мне бесподобно нравится. Педжи он называется. Шампунь и боди. Шампунь я купаю его полностью. И голову, и всего-всего я его искупала, и сполоснула, естественно. А боди стоит у меня. Это когда мы сделаем какие-нибудь свои дела. На умывальнике стоит, я мою ему попку. Вот. И ручки. Ручки-копки. И здесь у меня стоит для лица. Здесь у меня стоит маска из розовой глины. А это что у нас? А это скраб. Так. Маска из розовой глины. А это скраб из дерева. Дерево. Розовое дерево. Ну вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать о своем уходе. Вы увидели, чем я пользуюсь. Все, что у меня стоит. И какие-то общие рекомендации я об этом сказала. Надеюсь, это видео было полезным и интересным. Вы его очень давно ждали. Я, наконец-таки, его для вас сняла. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто первый раз. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok